10 место На 10 месте нашего рейтинга пирсинг. Удовольствия на любителя, однако опасного в этой процедуре мало, если обратиться к специалисту. Запретных мест для проколов практически не существует. Единственная опасность, которую поджидает любительниц металла – возможность загноения. Однако проблема легко решается, если просто вытащить сережку и несколько дней ухаживать за ранкой. 9 место Восьмое место На 8 месте одно из древнейших украшений женского тела – шарамирование. Женщины многих народов втирали в раненую кожу различные вещества, надеясь, что на ее месте получится завлекательный рубец. Примечательно, что израненная кожа была популярна не только среди первобытных модниц. Новая волна накрыла жителей 16 века уже нашей эры. Связано это с эпохой новых географических открытий, когда цивилизованные европейцы познакомились с племенами, которые еще хранили любовь к шарамированию. Сейчас аккуратные рубцы можно встретить только среди гостей из Африки. В Европе и Америке художественное самоуправство не прижилось. 7 место Далее веяние 20-го столетия – пухлые, через чур пухлые губы. Большинство самых желанных кинодиф обладало увесистой парой губ. Мерлин Монроса, Филарен, Ким Бессиджер и, конечно же, Анжелина Джоли. Как только медицина дошла до того, что смогла приблизить любую желающую к идеалу, сразу же появились переборы. Гипертрофированные губы сейчас стали предметом скорее насмешек, чем восхищения. Да, лучшая враг хорошего. Кубки, уточка, сделай еточка, ты кокеточка. Кубки, уточка, ты рекламурная малолеточка. Кубки, уточка, сделай уточку, будь фотоса. Кубки всех земли против фотоса. Ага. 6 место Не смог ворваться в пятерку лидеров наш следующий канон женской красоты, который можно назвать Барби Стайл. Невинные детские увлечения куклами для некоторых уже взрослых дам оборачиваются походом к пластическому хирургу. Чтобы стать похожей на идола своего детства, девушки идут на целый комплекс процедур. Удаление ребер, расширение разреза глаз, убийственное для волос отбеливание. Да, больно, да страшно, но ведь красота требует жертв. 5 место На пятом месте украшение рта. Специальные аксессуары появились в Африке. Губы женщины уродовали металлическими пряжками у уголков рта, втыкали соломинки, деревяшки, в общем, все, что в хозяйстве пригодится. Не очень хорошо смотрится, зато быстро лечится. 4 место На четвертом месте она – необъятная женская грудь. Раньше это удовольствие было доступно только состоятельным дамам или женам состоятельных господ. Сейчас избавиться от комплексов можно за несколько десятков тысяч рублей, однако результат может ужаснуть. Вместо предмета гордости любительницы поволновать мужчин могут получить дополнительный комплекс. Врачебные ошибки и чрезмерное желание стать лучшим могут стоить еще дороже, чем операция по увеличению груди. 3 место Тройку лидеров самых опасных канонов красоты открывает зубная мода. В древние времена женщины, чтобы стать еще красивее, подпиливали зубы. Зубы в форме лесенки, треугольные дырочки в зубах, заостренные клыки – все это считалось привлекательным. В некоторых племенах зубы попросту спиливали, а может быть они после таких процедур и сами выпадали. Предположим, красиво, но есть о чем-то надо. 2 место Серебро нашего рейтинга достается чрезмерной худобе. Мода на 40-килограммовых красавиц появилась во времена профицита и до сих пор не может покинуть нашу планету. Это один из самых изнурительных и смертельных канонов. Если слишком объемную модницу можно закрыть в спортзале и привести ее в порядок, то с субтильными леди так не получится. Лечиться на рексе тяжело и зачастую безуспешно. Первое место Первое место в списке самых опасных канонов красоты мы отдали китаянкам, прославившихся своими маленькими ножками. Родители с самого детства заботились о том, чтобы размер ступни их крошки не превышал 10 сантиметров. Чем меньше, тем больше у девушки шансов выйти замуж. У такой красоты есть целый ряд недостатков. Красавицы практически не ходили, их ноги источали неприятный запах, да и вообще на ножку не были похожи. Добровольному самоуправству мы говорим наше телевизионное «нет» и призываем вас оставаться такими красивыми, какими вас создала природа.